Всем привет! Меня зовут Александр Сосновский. Это второй урок по Unity UI 4.6. И в этом уроке мы познакомимся с основой верстки, то, как это происходит в новой версии. Давайте добавим картинку GameObject UI Image и приступим. Первым делом нужно познакомиться с инструментом React Tool. Вот такой вот квадратик. Он позволяет в окне сцене изменять элемент, менять размеры элемента. Как вы видите, если дергать за углы, то изменяются две стороны. Можно по одной стороне изменять. Также можно вращать. Если поближе к углу подводим, появляется кружочек, мы можем вращать. Также, если мы зажмем в каком-нибудь месте произвольном и начнем перемещать, то изменяется положение элемента. Также, если у нас стоит павит-мод в павит, то мы можем менять положение павит-поинт. Вот таким вот образом. Но к штуку павит-поинт мы еще рассмотрим чуть позже. Это что касается React Tool. Также он применим и к обычному 3D-объекту. Допустим, я добавлю куб. Выберу его. F нажму. И вот он, 3D-куб. И тоже я могу изменять его размеры. И, собственно, все. Вернемся к нашей картинке. Мы поработали с React Tool. А теперь давайте рассмотрим компонент, который присущ всем 2D-элементам. И называется он React Transform. От обычного тренсформа, который в более ранних версиях есть, отличается тем, что здесь есть дополнительные поля. Вот размер, вид, хейт, якоря. Позиция павит-поинта. И, собственно, все. Значит, давайте вернемся к канвасу. У канваса тоже есть этот компонент, так как это тоже относится к части интерфейса. Значит, мы можем менять размер. Давайте, допустим, 200 на 100. Позицию, к примеру, 0,0. И Rotation сделаем, как и было. Теперь пришло время рассмотреть павит-поинт. Значит, в окне сцены она отображается вот таким кружочком. Это та точка, относительно которой происходит изменение с графическим элементом. К примеру, если я эту точку поставлю где-нибудь вот здесь, в левом верхнем углу, и начну вращать элемент, картинку, то относительно этой точки будет происходить вращение. Также относительно этой точки происходит пропорциональное увеличение размеров или уменьшение размеров. И все. То есть это, скажем так, центр. Центр всего элемента. Можно задавать ручками. То есть 0,0 будет соответствовать нижнему правому, точнее левому состоянию, положению. И 1,1 верхнему правому положению. Значит, это что касается павит-поинт. Еще одно нововведение. Это якоря. Или по-английски anchors. В окне сцены они отображаются вот такими симпатичными треугольничками. И зачем они нужны. Они нужны для того, чтобы привязывать соответствующий угол элемента к чему-то. Как вы видите, у нас есть 4 угла у нашего графического элемента. И есть 4 якоря. Каждый якорь, соответственно, отвечает за угол. То есть вот этот за верхней левой, этот за верхней правой, ну и так далее. Поэтому, к примеру, если я хочу привязать полностью все углы какой-то точки, ну, к примеру, давайте поместим куда-нибудь вот сюда вот элемент наш. И я хочу, чтобы все точки были привязаны к верхнему левому углу. Это означает, что если мы даже будем изменять размер экрана, то у меня спрайт будет находиться всегда в одном месте. То есть всегда на одинаковом расстоянии от верхней стороны экрана и левой стороны экрана. То есть как это сказать на языке, скажем так, цифр, чисел? Я говорю, что мой верхний правый угол должен находиться относительно вот этой точки левой верхней на каком-то расстоянии и так с остальными другими. И все эти стороны находятся на каком-то расстоянии вот от заданной точки. Поэтому все очень даже круто. Также я хочу, допустим, растягивать. Сделать так, чтобы растягивался мой элемент. Для этого я сейчас задам нужный мне размер. Допустим, вот так я хочу и все. Чтобы сейчас это все закрепилось и растягивалось. Поэтому я говорю, что верхний левый и нижний левый углы должны находиться на расстоянии таком-то вот от этой точки, которую я якоря, к которым привязал. И, соответственно, с правой, верхней правой и нижней тоже к правой стороне привязал. И теперь, если я растягиваю... Только мне надо фриэспект поставить. Вот. Если растягивать, то, видите, на одном расстоянии находится от заданных точек. Однако размер сприта меняется, потому что... Ну, потому что меняется. Потому что мы привязали углы, а содержимое внутри, оно изменяется. Такой пример. И еще примерчик такой, когда я хочу, допустим, заполнить по горизонтали на 50%. То есть по 25 с краев, чтобы пустое было место, а 50 было заполнено. Чтобы это сделать, нужно понять, как работают якоря более подробно. То есть у нас есть якоря, их 4 штуки. Каждый якорь, у него есть какая-то величина, которая изменяется от 0 до 1. И эта величина, она показывает отношение... Отношение... Даже не так. Позиция якоря определяется в процентах от размера высоты, либо ширины родительского элемента. То есть у нас есть канвас. Допустим, у него ширина... Сейчас будет какая-нибудь... Какая-нибудь будет ширина. Так, вот, 370, к примеру, сейчас она. И здесь пускай у нас стоит 0. И я хочу, чтобы у меня по 25% было по бокам. То есть, если я в мин введу 0,25, то, как вы видите, у меня позиция автоматически высчитывается. И вот этот размер, получается, от края границы до якорей, будет составлять 25% от 370, потому что у меня ширина сейчас канваса моего окна, скажем так, 370 единиц. Вот. Мы берем 25%. То же самое и с этим якорем. То есть мне нужно... То есть по иксу установить в 0.75. Вот. То есть, начиная от левого края, мне нужно взять 75%. То есть для левого брали 25%, а потом добавляем 50%, это будет спрайт, и в итоге получается 75%. То есть это крайняя точка нашего спрайта. И сейчас мне нужно теперь всего лишь выровнять мой спрайт, то есть вместить между этими якорями. И все. И сейчас, если я буду перемещать спрайт, то он всегда будет занимать 50% от ширины. Вот таким образом. Все очень даже работает хорошо. Вот такие вот якоря. Можно еще разок посмотреть, повторить запись, либо посмотреть справку, почитать. Там, может быть, более, скажем так, точно будет написано. И еще одно, что хотел бы заметить, это когда у нас якоря в одной точке, то у нас, у спрайта, позиция будет относительно этой точки указываться. То есть, даже не так. Центр спрайта нашего указывает павитпоинт. То есть павитпоинт указывает на центр. То есть сейчас, если я перемещу в середину павитпоинт картинки, то вот он центр. И позиция этой точки до якоря будет сдаваться вот здесь. То есть, чтобы поставить, совместить центр павитпоинт, чтобы совместить павитпоинт с точкой там, где якоря, нужно указать позицию 0,0. Даже если у вас павитпоинт находится где-то в другом месте, то все равно, если мы встаем на 0 позицию, павитпоинт будет всегда в этой точке, там, где якоря вместе собираются. Но если у нас якоря вот таким образом расположен, то есть не в одной точке, то тогда здесь появляются другие поля. Left, Top, Right и Bottom. Что это такое? Все очень даже просто. Якоря у нас образует прямоугольник. Как вы видите, вот пунктиром образуется прямоугольник. Если мы поместим внутрь спрайт, то эти значения будут отображать отступ от каждого края. То есть, к примеру, от левого края спрайта до левой границы якорей, то прямоугольник, который создают они, 19 единиц. Если будет 0, то они совпадут. Хоп, видите, они совпали. Если отрицательно будет значение, то это значит, что спрайт выходит за границу. Соответственно, если мы хотим вписать полностью наш прямоугольник в эти границы, то просто везде ставим 0, и все будет очень хорошо. Ну и эффект, соответственно, будет такой, что у нас все сейчас пропорционально будет скейлиться. То есть не прязно к какой-то точке одной, а составлять какой-то процент от размера. Картинки будет зависеть от размера сцены. Пропорционально как-то изменяться. Так, еще одна важная... Ну, не важная штука, на самом деле. Просто удобная, пожалуй. Это когда мы перемещаем якорь и зажмем shift, то у нас перемещается связанный с ней угол. То есть в данном случае я левый верхний перемещаю, значит у меня левый верхний угол будет тоже перемещаться. Возможно, это удобно и вам пригодится. И последнее, пожалуй, что мы рассмотрим, это, скажем так, макеты. Даже не макеты, а, наверное, шаблоны. Шаблоны якорей. Значит, они доступны, вот если мы раскроем React Transform, оп, раскрыли. И здесь есть вот такой вот квадратики. Нажмем на них и выпадет менюшка. И тут есть различные варианты. То есть уже готовы. Допустим, я хочу картинку привязать к левому верхнему углу. Тогда вот я здесь ищу left, а здесь top. Ну, или вот выбираю вот этот вариант. Все, теперь у меня картинка привязана к левому верхнему углу. И не забываем, что именно parent, то есть parent, а именно родителя. Все, теперь у меня относительно этой точки происходит изменение, какие-то перемещения. Ну, и различные другие варианты. Вот, допустим, stretch, то есть полностью растягивать. То есть у нас картинка привязана ко всем четырем сторонам экрана, и она будет таким вот образом изменять свои размеры. Вот, допустим, это бэкграунд какого-то попапа, либо окна. То есть вот он на весь экран практически. И, пожалуй, на этом все. Урок получился такой побольше. Обязательно загляните в справку, чтобы более, наверное, систематизированно подойти к изучению UI-систем. С вами был Александр Сосновский. Подписывайтесь на канал, и до скорого. Пока.